Перед началом данного видео я хочу благодарить Эль Президенте за донат в 1000 рублей. Большое тебе спасибо, что ты поддерживаешь мой канал. Я люблю всех, в том числе и тебя. И поэтому ты тоже будешь обделен любовью, как и мой любой случайный зритель. Многие просили меня сыграть за Бразилию, и я играю за Бразилию. Страной управляет какой-то либераха и генерал. У него есть поддержка войны и перерост ПП. Вице-президент дает очень сильные дебафы, которые мешают нам жить нормально. Но в принципе кабинет министров состоит из более-менее хороших людей, кроме вот этого борца с преступностью, который вырезает у нас фактор военнообязанного усиления. Однако он дает неплохое количество ПП, которое поможет нам развивать нашу экономику. Но я слишком тупой, чтобы как-то ей управлять. Дипломатию в Бразилии тоже интересно. У нас хорошие отношения с Чили. Почему? Потому что мы либерахи. Но у нас плохие отношения с Конго. Почему? Потому что мы хотим крабов. Также, если вы сидите на Южной Америке, то вы все должны ненавидеть эту сволочь. А именно парагвайского диктатора, который оккупирует эту землю и желает устроить близкрик по Южной Америке. Рано или поздно мы пропишем Аллау Дипла и объявим войну этому злому диктатору. Калейдоскоп партии нас тоже интересен. Очень красиво и очень разнообразно. У нас есть и фашисты, и коммунисты, и гномики веселые. Ну а наши нацдухи показывают, что мы находимся в глубокой же. Какие-то минусы, минусы, краснота, краснота, немного зеленый, немного красного, немного зеленого, немного красного. И бесполезный нацдух, который дает красноты. Экономическая ситуация в Бразиле тоже недовольно плохая. У нас экономика вообще не развита. Производство находится на 50-х годах. Мы просто 10 лет аутировали и ничего не сделали. Да у нас уровень развития, наверное, хуже, чем у российского военачальника, который и без того был унижен вермахтом. Тут генерал говорит, что он опаздал. А он такой, ну уж нет. Ладно, ты не опаздал, ты опоздал. Спокойной ночи, любимый. Ну а в этом событии Церунам ясно говорит, что мы являемся американским доминионом. И по сути, мы полностью зависим от США. Церунам предоставил документ, в котором выясняется, какая политическая фракция плохая, какая хорошая, а какие являются веселыми гномиками. В этом событии президент разъясняется, почему у нас доступны ноль фабрик для торговли и ресурсы ограничены. В принципе, давайте зажжем фейерверки в Рио и посмотрим на то, как плюшевый Рей гладит. И как только мы зажгли огни, мы должны что-то делать с нашими крабиками, чтобы получить похвалу от потолота. Так как Мюллер выглядит довольно мило, является охотником и имеет друга из Франции, мы встретимся с ним и не будем его жестко драть. Итак, выполняем фокусную операцию с Лобстером, и мы обязаны что-то сделать с нашим любимым Мюллером. Нет, нет, нет! Это же унесительно для нас! Мы не имеем права переговориться с жалкой колонией! Ваня должна идти до победного конца! А по-моему, мы должны найти разумную точку зрения. Мы должны урегулировать морские границы и сделать всё возможное, лишь бы мир пришёл в наши тёмные времена. Хватит кушать! Может, мы должны начать? А, да, мы должны начать наши переговоры. Извините. И что вы хотите? Ну, чётко разделить наши морские границы. Чтобы некоторых лобстеров мы у себя ловили, а некоторых лобстеров вы у себя ловили. Мы не собираемся куда-то послать. Короче, чтобы наши границы были равными. Вы поняли? Ну, согласны? Да, мы согласны. Мы думаем, что мы как-то сможем урегулировать этот конфликт. Верно? Просто, знаете, давайте сначала взглянем на морские границы, а уже потом будем разговаривать. О, хотите морские границы? Так вот. Господи, какие красивые морские границы. Да мы просто рады наладить компромисс на такой нейтральной позиции. Большое спасибо вам за такие сильные уступки. Я надеюсь, что однажды я приду к вам в вашу Бразилию и поохочусь на крупных зверей. Поездка в Конго принесла успех, но несмотря на урегулировку конфликта, мы всё еще не видим друг друга из-за жалких крабиков. Немцы были умиротворены, а пираты Бразильского моря разбиты, и теперь нам оставалось голосовать или проигрывать. Несмотря на то, что Бразилия является американским сателлитом, любитель голосовать или проигрывать активно уступает за связи с Японией. Он прекрасно понимает, что сильный лидер Гао Цзэн Ву принесет сферу в сильное процветание. И он открыто хочет вступить в сферу с процветания, дабы улучшить нашу отстающую экономику. Бразильские лидератники что-то там сидели и делали, но они увидели внезапно резкую южноафриканскую войну, и они поняли, что у них есть армия, о которой они вообще забыли. Оказывается, у Бразилии было 18 дивизий. Нужно создать срочно нового генерала и нового фельдмаршала. Вау, а у нас красивый фельдмаршал и красивый генерал. Нужно срочно разделить дивизии, чтобы отправить их на Южную Африку, чтобы раз навсегда покончить с теми антигномиками, которые нас так яро ненавидят. Да, Мюллер не бил наших дедов, но Мюллер ел наших лобстеров, а лобстеры — это непростительно. И чтобы обеспечить уверенную победу, мы возьмем себе самого крутого генерала с очками — Жайна Данте Рибидропа. Кстати, тут такое дело, что у нас порпал лидер консервативных демократов. А нет, он уже вернулся. Оказывается, все хорошо, и мы получили стабильность. К сожалению, наши ребята решили подписать Белый мир, оставив за Южной Африкой огромное количество территорий. К сожалению, мы так и не смогли пробиться взад в Конго и осудить тех, кто ел наших лобстеров. Преступники из Конго все еще сидят и жрут наши лобстеры, хотя мы все еще хотим получить наших лобстеров обратно. Да, конечно, мы обменялись военнопленными в этой войне, но, к сожалению, проблема была в том, что мы так и не получили тех лобстеров, за которыми умирали наши деды. Мы хотим кушать, мы получили людей, но эти люди были голодными и оставленные ни с чем. В это время должны пройти выборы президента, но они не проходят, и ветка фокусов меня полностью заблокирована. Вы думаете, что у меня есть свободные фокусы, но на деле у меня все они прокачаны. И поэтому я от всей души благодарю разработчиков модов за такую идеальную возможность погладить плюшевую рей, не уходя на улицу и не уходя из дома. Большое спасибо за такую возможность погладить свою вайфу, не уходя из дома. Пришлось перезаписывать партию, и в итоге у меня вышел соцдем-гномик, который довольно интересный и скучный. Поздравляем! Вы избрали крутого социал-демократического гномика. Теперь ребята выступают с таким плакатом. Другие ребята выступают у микрофона. Другие ребята любят ходить с пушками на улице. Другие ребята любят фотографировать города. Другие ребята любят уезжать из городов. Другие ребята любят держать автоматики. Другие ребята любят вот такой закат. Вот такой ток-парс изобразили, в ходе которой мы в толком и ничего не сделали, кроме как повоевали с Мюллером. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, донатите побольше денег, вступайте в дискорд-сервер и, конечно же, слушайте супер-евенты. Поехали! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok